Приветствую вас, друзья! В этом видео мы рассмотрим бюджетный смартфон Tecno Spark 4 с непривычно большим экраном 29 и неплохим аккумулятором на 4000 mAh. Сразу извиняюсь за голос, я немного приболел, но обзоры делать нужно, а то перерыв с новогодними праздниками и без того затянулся. Так что не без сутки, постараюсь без чихов и кашля разобрать данный аппарат по полочкам и выяснить, насколько он привлекательен к приобретению. Стоимость смартфона в розничных магазинах варьируется в районе 7000 рублей, то есть спрос с него будет не так велик, ввиду невысокой стоимости, но держать в уме конкурентов в лице Redmi 8A, Realme C2 и Honor 8A, думаю, не мешало бы, дабы лучше сознавать плюсы и минусы данного устройства. В общем, давайте без лишней болтарни познакомимся поближе с данным аппаратом. Вы на канале Smart Life, приступим! В комплектацию входит фирменный силиконовый чехол, инструкция с гарантийным талоном, защитная пленка имеется, зарядное устройство на 5 вольт 1,2 ампера, кабель USB и micro-USB, ну и также у нас есть гарнитура бюджетного качества, ну и собственно говоря сам смартфон. Продается смартфон в двух вариациях цвета, темно-фиолетовом и сине-голубом, как в моем случае. Диагональ смартфона составляет 6,52 дюймов при соотношении сторон 29 и HD плюс разрешений, матрица IPS, экран имеет закругление 2,5D, а лифовное покрытие есть, палец скользит достаточно неплохо. В верхней части расположилась фронтальная камера с эстетичной капелькой и разговорный динамик с различными датчиками, индикатора событий, к сожалению, тут нет. Внизу наблюдаем 7-мм подбородок, управление жестами тут реализовано, на экранной сенсорной кнопке также можно задействовать. На верхней грани у нас ничего нет, то есть микрофон громкой связи либо шумоподавления тут отсутствует. С правой стороны видим кнопки управления громкостью и питанием, выполненные из пластика. Внизу видим перфорацию разговорного динамика, разъем microUSB, отверстие разговорного микрофона и 3,5-литровый джек для наушников. С левой стороны полноценный лоток под 2,7 и microSD карту, что безусловно радует. Сзади видим локодип компании Tecno, сканер отпечатков пальцев и основную камеру, состоящую из трех модулей с двойной вспышкой. Корпус смартфона выполнен полностью из пластика, то есть задняя крышка у нас пластмасс, такой вот глянцевый пластик. Отпечатки пальцев особо не собирает. По габаритам смартфон по ширине стандартный, а вот по высоте, посмотрите в сравнении с Pocophone F1, он достаточно вытянутый. Сказать, что смартфон компактный я не могу. Пользоваться можно достаточно неплохо за счет того, что ширина стандартная, но до верхней части дотягиваться придется с небольшим трудом. В целом по толщине и так по ширине вполне нормальный адекватный смартфон. К сборке никаких претензий нет, так, деформации нет, крышка не прогибается, все кнопки сидят плотно, тарахтящего автофокуса нет. Давайте наденем силиконовый чехол, посмотрим, как у нас он смотрится в чехле. В принципе, относительно неплохо. Чехол у нас перекрывает зарядное, разъем и 3,5-литровый джек для наушников. Ну, в принципе, стандартно, нормально. Нормально, адекватно. В общем, касаемо сборки внешнего вида, в принципе, у меня претензий нет. Ну, как бы материал корпуса бюджетный, но это бюджетник, поэтому тут у нас все ожидаемо. Работает смартфон под управлением фильмной прошивки HiOS версии 5.5 на базе 9-го Android. Прошивка глобальная, с поддержкой беспроводного обновления. Одно обновление по воздуху ко мне пришло, и это, в принципе, хорошо, что обновление приходит. Перевод на русский полноценный, я бы сказал, стопроцентный. В этом плане все у нас хорошо. Давайте быстро пробежимся по нашему смартфону. OTG, трансляция, то есть Wi-Fi монитор у нас здесь есть. В экране что у нас здесь есть? Ну, режим чтения у нас имеется. Ночью пользоваться без напряга для вашего зрения. Верхний вырез можно скрыть вот таким вот образом, но, мне кажется, с капелькой все-таки будет поприятней и удобней. Так, что еще интересного есть? Ну, вот здесь системная навигация либо на экранные сенсорные кнопки, либо управление жестами. Управление жестами так назад, так в меню. И с этой стороны у нас список последних приложений. По-моему, такая же навигация была как-то в Lenovo. Что еще интересного тут у нас есть? Ну, вот смарт-панель, то есть здесь такой вот быстрый доступ к различным приложениям можно настроить вот таким вот образом. Также вот здесь различные умные фишечки тоже присутствуют, различные жесты. То есть, в принципе, функционал у прошивки достаточно неплохой. В этом плане все у нас хорошо. Значит, ланчур выглядит вот таким вот образом. Все работает достаточно неплохо. Очень много, конечно, предустановленных различных приложений. Изначально из коробки установлены. Но, в принципе, при желании все это можно как бы удалить, убрать некоторые приложения. То есть, это все у нас настраивается. Снизу вот таким вот образом у нас список наших всех основных приложений выглядит вот здесь. Они расположились. Верхняя шторка выглядит вот таким вот привычным образом. Тоже все у нас здесь настраивается вот себя. В принципе, все стандартно. Ну, вот так, в принципе, не сказать, что плохое. То есть, в принципе, оптимизация достаточно неплохая. Давайте включаем приложение с памяти и запускаем по стандартной схеме. Это у нас Play Market. Естественно, скорость прогрузки, учитывайте, что у меня роутер находится за тремя стенами, далековато. Ну, бюджетный смартфон, поэтому скорость прогрузки не сказать, что прям-таки сильно все быстро. Но не сказать, что прям-таки сильно все тормозит, глючит. Ну, вполне адекватно. Как для бюджетника, здесь у нас стандартная скорость открытия приложения. Я бы так вот охарактеризовал. То есть, в принципе, пользоваться можно, но ожидать каких-то мега быстрых результатов тоже тут не приходится. В общем, по программной составляющей у меня претензий нет. То есть, в принципе, по оптимизировано достаточно неплохо. Давайте проверим работу сканера участков пальцев. Ну, не очень удобное расположение, мне кажется, немножко ниже надо было сделать. Значит, процент попадания и скорость распознавания вполне адекватные. То есть, нормально работает. Функция Face ID немножко задумчивая. Хотелось бы, чтобы немножко быстрее она отрабатывала. Ну, как видите, пользоваться можно, но с небольшой задержкой у нас Face Unlock. Так, значит, работает смартфон под управлением процессора Helio A22. Четырехъядерный, максимальная тактовая частота которого 2000 МГц. Графический чип Power GE 8300. Разрешение 1600 на 720. Плотность пикселей 269 ppi. Оперативной постоянной памяти две модификации есть. 2.32 и 3.32. Ну, по поводу датчиков, тут у нас такой вот набор, я бы сказал, бюджетный. Даже ультрабюджетный. То есть, ни гироскопа, ни ориентации не есть, только освещение и приближение. Ну, и акселерометр также у нас есть. Мультитач у нас здесь на 5 касаний. Масштабировать можно без проблем, все в порядке. С Wi-Fi модулем тоже все хорошо, но поддержки полосы в 5 ГГц тут, к сожалению, у нас нет. В Antutu наш телефон набирает 71 тысячу баллов с половиной. В 3D Mark 263, Geekbench 5 версии не запускается. И вот GFX Bench, тоже показатели теста высокого уровня, можете наблюдать сами. То есть, показатели, конечно, здесь такого вот ультрабюджетного типа. Но, как для бюджетников, в принципе, все у нас здесь стандартно. Давайте остановимся на экране. Экран матрица IPS, само собой OGS. То есть, воздушной прослойки между точным дисплеем у нас нет. По углам обзора вполне все адекватно, нормально. Ну, что могу сказать за экран? Вполне нормальный экран. Плотность пикселей, я считаю, что, как для бюджетника, нормальная. Сильно глаза пиксели не бросаются. Максимальный, минимальный порог яркости тоже комфортный. Но вот средний порог яркости, мне кажется, немножко занижен. То есть, немножко надо будет выше ставить. А так, в целом, по экрану, как для ультрабюджетника, вполне адекватный экран. По цветопередаче откалиброван он вполне нормально. Телефон работает во всех необходимых сетях и поддерживает все необходимые бенды. В том числе, седьмой и двадцатый. То есть, проблем с 4G-сетями здесь у вас не будет. Качество разговорной динамики и микрофона нормальное. Слышал в собеседниках хорошо и отчетливо. И он тоже мне слышал хорошо, без каких-либо помех. Звук в наушниках такого более ультрабюджетного типа, естественно, не флагманская. Поддержка кодека IPX здесь нет. Но, имея более-менее нормальные наушники, в целом, будете довольны звучанием и в наушниках. Давайте проверим звучание внешнего динамика. А вы знаете, внешний динамик мне понравился. То есть, подкрипывания, репения нет. Частотный диапазон вполне нормальный. То есть, средние и низкие частоты вполне адекватно прослушиваются. Да и запаса громкости хватает. То есть, внешний динамик для этого ценового сегмента хороший. Давайте произведем GPS-тест нашего смартфона. На улице на сегодня пасмурная погода. Немного срывается снежок. Но спутники ловит он хорошо. В районе 15 спутников определяет. GPS, GLONASS и BDO. Поддержка есть. Так что теперь с навигацией здесь все в порядке. В игровом плане смартфона звезд с неба, конечно, не хватает. Но если вы хотите поиграть в тяжелые игры, то здесь это можно сделать. То есть, выставлять графику на таких вот более минимальных значениях. Асфальт идет вполне нормально на средних, благодаря невысокому разрешению. PUBG, конечно, на таких вот абсолютно минимальных. Но лучше бы все-таки выставлять графику. Точнее, лучше вообще установить PUBG Lite. И там более-менее нормально сможете играть и на средних значениях. Если говорить за танки, то опять-таки выставляете минимальные значения. И вполне можно комфортно играть. То есть, в принципе, смартфон не скажет, что прям-таки сильно плохо себя в играх проявляет. Но, естественно, сами понимаете, тяжелые игры. Графику придется понижать до минимума. Средники вполне можно играть и на средних значениях. То есть, ну, поиграть можно, поиграть можно. За казуалки я вообще молчу. То есть, простые казуалки здесь будут идти без проблем. При этом нагрев корпуса достигается до показателей в 38 градусов. Ну, смартфон не перегревается. Процессор тоже греется до показателей 58. Это тоже нормальное значение для процессора от Mediatek. То есть, перегрева здесь всего нет. Давайте посмотрим на яркость фонарика. А вот фонарик здесь реально мощный. Два сыты, да, хорошая, мощная. То есть, по запасу яркости фонарик реально порадовал. Давно я таких мощных фонариков не видел. Значит, по поводу камеры. Камера у нас имеет три модуля. Основной объектив на 13 мегапикселей. И два вспомогательных модуля для макросъемки и портретной съемки. Так называемый боке режим. Значит, интерфейс у нас здесь, ну, вот здесь видео. Поддерживает максимально Full HD разрешение. 4К не поддерживается. К сожалению, у нас нет стабилизации. Это у нас здесь такой вот искусственный интеллект. Красота режим, где у нас применяется различные бьюти. В боке, где размывается задний фон. Размывается правильно, грамотно. То есть, не просто по кругу, как в третьем эшелоне. Тут различные маски у нас с детям. Можно побаловаться. И тут панорама. То есть, в принципе, функционал у камеры достаточно неплохой. Что могу сказать в целом по камере? Как по мне, для этого ценного сегмента она справляется вполне адекватно. То есть, не как там, знаете, на всяком третьем эшелоне, где там вообще камеры ужасные в бюджетниках. Здесь она, в принципе, соизмерима с такими брендами, как Xiaomi, Realme. То есть, нормально, адекватно. То есть, у меня как для такого вот ультрабюджетного сегмента к камере претензий нет. При недостатке света и в темноте, видите, со вспышкой снимки у нас сама автофокус определяет. То есть, связка камер отбалансирована. Здесь у нас все вполне нормально. Фронтальная на усе. Тоже фотографируют без смазов, резко, детализировано. Для Skype и простых снимков ее будет вполне достаточно. Смотрите примеры фото и видео в сравнении с другими смартфонами и оценивайте все сами. Давайте произведем тест камеры нашего смартфона. Записью производится в Full HD разрешении. Фокусировочка у нас как автоматическая, так и по тапу. Автофокус такой вот средний, я бы так вот сказал. Стабилизации ожидаемой в камере нет, то есть, при ходьбе картинка дрожит. Ну, как бы для этого ценового сегмента это у нас стандартная ситуация. Цифровой зум 8 раз. Стандартная детализация. В принципе, качество видеосъемки достаточно неплохое, но жаль, что нет стабилизации. Теперь давайте проверим запись видео при недостатке света. Как у нас с фокусом. Немного задумчивый. Дальний объект съемки. Опять таки, тут видите, фокус не хочет ловить. Тапом по экрану нажимаем. С чистой кадром все хорошо. В полной темноте тоже вроде бы как она не падает. Тут фокус определяет. Ну и напоследок привычная запись видео со вспышкой. Яркости у нас более чем достаточно. Вспышка мощная. Так, ну здесь с фокусировочкой задумчивый фокус. Затумчивый. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...